В США 5 лет подала на политубежище. Никак не двигалась. Год назад вышла замуж, получила грин-карт. Прожив 7 месяцев, выяснила, что муж-наркоман бывал неадекватным. У меня 10-летний сын. Поняла, что сын дороже развелась. Теперь трясусь. Через год надо подтверждать наличие брака. В силе ли мой кейс на политубежище, если заберут грин-карт? Опасаться ли экстрадиции, заберут ли грин-карт, идти ли одной на собеседование, когда вызовут? Работаю, учусь, появился порядочный мужчина-американец. Пока осторожничаю. Если выйду замуж, надо ли подавать опять на грин-карт? Вот такое случилось со мной, никакого меркантильного интереса. Очень буду ждать ответа, спасибо. Если честно, я не совсем понимаю, если получила уже грин-карт, временную, то тогда, но грин-карт 5 лет назад подала на политубежище, а вышла замуж год назад, получила грин-карт. Если грин-карт временная и человек развелся, то есть что значит, если человек, например, женился или вышел замуж, получил грин-карт по браку. Если на момент получения грин-карт брак был менее двух лет, состояли браки меньше, чем два года, это считается короткий брак, и грин-карта выдается только временная, кондишнл на два года. Если человек находился в браке больше, чем два года на момент получения грин-карты, она сразу постоянная на 10 лет. Если она была временная, и люди развелись до того, как подали на продление первой грин-карты, то можно все равно получить самому по себе вторую грин-карту, просто вызовут на собеседование, и нужно доказывать, что брак был реальным, а не фиктивным в самом начале. То есть это сложнее, но реально есть такой путь к получению второй грин-карты, и это можно. Этот вопрос, на самом деле, очень актуальный, потому что такие ситуации часто происходят. То есть это просто немножко путаница с политубежищем. То есть на самом деле политубежище, получается, она находится до сих пор в ожидании статуса беженца. Но если она уже получила грин-карту, скорее всего, ее кейс по политубежищу закрыли, потому что, по идее, он уже был ей не нужен, если она уже получила первую грин-карту. Если она не получила вторую грин-карту по какой-то причине и вышла замуж снова, то она может опять подать на временную грин-карту на два года. То есть иногда бывают такие случаи, что люди по два, по три раза получают временную грин-карту с новым браком. Главное, что она не заехала по визе жениха-невесты. То есть если человек приехал по визе жениха-невесты, то это очень ограниченная виза, и нужно только выйти замуж за человека, за которого замуж или жениться. Если нет, или если брак не состоялся, или что-то развелись, то человек должен выехать, не может сделать новый брак. А если человек приехал по гостевой, как она написала, по-моему, она вообще не написала. То есть если она, скорее всего, приехала по гостевой, или по G-визе, или F-визе, то можно через новый брак начать процесс заново. То есть довольно такая запутанная ситуация, и, скорее всего, надо конкретно подробно говорить с человеком, который задал этот вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова